Дорогие украинцы и украинки. Сегодня, к сожалению, увеличилось количество погибших после удара по Одессе. 21 жизнь унесена. Мои соболезнования родным, близким. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Местные власти, МВД, все поддерживают. Обязательно будут России ответы и в чисто военном плане. В эти недели многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости и что мы можем их достичь своим оружием. Я благодарю Вооруженные силы Украины, Службу безопасности Украины, Главное управление разведки за новую украинскую дальнобойность. Конечно, спасибо нашему оборонно-промышленному комплексу, всем, кто работает ради украинской силы, потому что это действительно украинская дальнобойность, то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе. Отдельно я хочу отметить за эту неделю наших воинов, которые сражаются на передовой, на земле. Каждый солдат, каждый командир. Особенно на тех направлениях, где наиболее интенсивные бои. Покровская, Кураховская, Донецкая область, Купенское направление, юг. Благодарю все наши бригады, все боевые подразделения, которые уничтожают оккупанта, обеспечивают для нас большую стабильность на фронте. Сегодня с главкомом Сырским оперативную ситуацию проговорили подробно. Имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы. Чувствуется, что вооруженные силы Украины становятся крепче. Еще одно. Мы всегда должны отмечать каждый украинский успех. Всех наших людей, которые прибавляют гордости за Украину и украинцев. На этой неделе из Турции вернулась наша сборная с Дефлимпийских игр. Впервые за время независимости наша национальная Дефлимпийская команда получила больше всего золотых медалей в командном зачете. У меня была возможность поблагодарить наших спортсменов, тренеров, всех, кто помогал команде. Вручил государственные награды. Горжусь тем, что наши люди способны преодолевать все трудности и, несмотря ни на что, способны приносить результат Украине. Благодарю всех, кто сражается ради Украины, работает, посвящает свою жизнь тому, чтобы Украина побеждала. Она победит, я уверен. Слава Украине!